друзья привет сегодня мы в парке нанг нуч в паттайе в таиланде с рассказом в интернете по отзывам очень хороший классный парк который обязательный посещению но сейчас посмотрим все какой он все вам расскажу вот настолько привезли на таком автобусе ждем ждем билетов хочу рассказать еще одна одной особенности таиланда частности паттайи здесь полностью отсутствует общественный транспорт как таковой добраться можно куда-либо только на такси либо или на арендованном автомобиле соответственно вот мы сегодня приехали с экскурсией приехать без экскурсии на общественном транспорте невозможно мы много искали интернат информации в интернете как добраться самостоятельно никак не доберетесь скорее всего вот эти все операторы которые возят в парке развлечений у них видать какие-то договоренности с правительством что-то наверное отстегивает в таиланде куда-либо поехать можно либо на арендованном транспорте либо с экскурсией самостоятельно добраться будет без арендованного авто или экскурсии куда-то очень сложно не знаю даже как просто нет общественного транспорта как такового я пошел смотреть автомобильный сад вы как ага номер четыре шестерки у красного автомобильчика у этого четыре семерки у форда а у них у всех одинаковые номера или четыре шестерки или четыре семерки форд красавец чем хорош автомобильный сад это тем что здесь кондиционер и вот эта замечательная зеленая машина зеленая саня смотри какие красавцы ну да это даже эти скажу какой-то пикап потому что он сзади заканчивается у него скорее всего он не способен тянуть прицеп коллекция машин семьи нангнуч парк называется нангнуч парк это их коллекция автомобилей какая-то наказанная машинка и поставили сзади чтобы никто не видел идем смотреть кактусы я не знаю что смотреть в кактусах большие есть маленькие круглые есть все есть вот любителям кактусов посвящается кактусы Это забавные ребята. Привет, друг. Что, друганы, вас покормили? Друг, тебя покормили? Какой хороший, красавец. Плюсы ранней утренней экскурсии в том, что народа мало. Здесь можно сфотографироваться с тигром за 100 бат. Но мы не стали этого делать, потому что считаем это не очень гуманным. Но, с другой стороны, тигру бы хуже не стало от того, что мы с ним сфотографировались. А вот эти двое ребят заработали бы 100 бат. Сейчас поднимаемся в этот парк, который я только что снимал. С бетонными статуями обезьяны, тигров саблезубых. И еще не знаю чего, но очень красивая площадка. Такой гарден. У нас большая экскурсионная группа. 20 человек. Но я скажу, что когда мы были на острове обезьян в Хайнане, у нас не было экскурсионной группы. И вокруг нас было миллион китайцев. Так что эти 20 человек очень даже никак ничему не мешают для отдыха. Идем в Баттерфляй Хилл. О, друзья, Сан, беги. Мы обнаружили друзей моего сына. Их здесь очень много. Для кого-то это еда, но для Сани самые лучшие друзья. Выняшки. В этом парке около 300 моделей динозавров. Я думаю, что вот эти все дороги имитируют локацию фильма «Парк юрского периода». Александр обнаружил огромную бабочку огромную. Не знаю, видно ее в камеру или нет. Мы нашли черепах. Таких огромных мы видели только в Занзибаре, в Сейшельских. Красиво видно. Да, и дальше несколько еще пагод красивых. Ну, друзья, сейчас вы что-то увидите такое, что я сказал, ох ты ебстель, когда увидел издалека. Не, не это, но это тоже красиво. Динозавры в Версальском саду, это вот как папа сказал. Какой-то это там. Смотри, все реалистично. Стой. Я бы сказала фьюжн. Это реально фьюжн. Это очень масштабно и очень красиво выглядит. Не знаю, такое хочется записать. Прям не на камеру мозг, чтобы осталось в воспоминаниях. Это очень круто. Смертью мадаму, наверное, 4 года назад она скончалась. Там он... То есть не после смерти, а после того, как он принял на себя управление парком, а это было в 2002 году. После того, после 2002 года уже идея была его вот этот квадрат достроить, в этих бетонных животных повсюду понатыкать. Китайцы, китайцы у них похожи, видишь, да? Китайцы, они тоже такой любят искусственную красоту. Пластиковые штуки, там, Stonehenge. Ребята, это настоящий Stonehenge. Условно настоящий. Условно настоящий. Как мы назовем эту локацию? Ты говоришь, Версальский парк или что? Ну, она так и называется, это Версаль, мадам, рассказывает сейчас гид, я об этом читала, была в Европе, впечатлилась. И, приехав домой, вот решила, резиночку, решила вот построить. Ну, ландшафт, вот он как в Европе, а все остальное вот украшение, как любят тайцы. Поэтому получился такой фьюжин. И они ходят только на шоу. Вначале находили, там, что бетонное домо, да, и когда ходили на шоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я думаю, что если бы ты встретился с таким жуком, он бы показывал своему другу, такому же жуку, как он наколол человека на рог Может туда пройдемся? А там же, там, кустрома А, там где-то, там, кустрома А, там, кустрома Скажу, что для европейских туристов этот парк может показаться очень привлекательным Здесь действительно все оригинальное Имитация доисторического леса Некоторые очень возмущаются этой пластиковостью Вот пингвины, например Да, пингвины не во льду, это забавно Да, кстати, это, наверное, когда там есть еще и зебры Ну, я не понимаю, почему бы возмущаться этой пластиковости Зачем тогда сюда ехать? Люди, что ли, не читают отзывы, не смотрят и фотографии не смотрят Не едут в парк, где много пластикового пластика И возмущаются, что здесь много пластикового пластика Ну, я скажу, что они вам не советчики Смотрите мое видео Здесь все классно В общем, мы попали в пластиковый зоопарк Животные не кусаются Их не надо кормить, за ними не надо убирать Они с разных эпох И с разных континентов Это круто Их можно гладить Последний раз мы гладили настоящего лемура В манкей-парке на Тенерифе И это было сложно Здесь вот подошел и гладь Три пингвина Пошли смотреть фламинго Пошли Потом обойдем Кто-то очень хорошо поднялся Но они не из пластика Они из гипса, наверное А он тигрик Странный Три пингвина Сказать тебе самое интересное Они такие действительно существовали Да Продолжение следует... Продолжение следует... Но это, видать, ранняя стадия птицы. У нее лапа и крыло одновременно. Продолжение следует... Скорее всего, в семнадцатом году здесь было нечего делать. Сейчас девятнадцатый год. Да, сейчас девятнадцатый год. И здесь совсем другой парк. Очень впечатляет. Перехваливать не буду. Сами обязательно посетите, если будете в Таиланде. Парк, который еще строится, здесь мало динозавров. И если вы приедете сюда через год, вам потребуется, наверное, еще на полчаса больше, чтобы обойти этот парк. Сейчас пройдемся, глянем, что здесь. Саня, смотри, справа динозавров восстанавливают по косточкам. Скоро они будут такие же красивые, как динозавры слева. А вот динозавра-мейкер с проектом. Так это работает. Металлический каркас, сетка и обмазывают глиной. Мы уже не увидим этого динозавра в полной красе, но вы, когда приедете, скорее всего, увидите. Здесь, думаешь, даже кактусы китайские, пластмассовые, да? Нет, не пластмассовые, но прикольные вещи, да, это цветы у них, ну что это такое. Это сенатор. Мы увидели, Сань, я там увидел процесс производства динозавров, это круто. Смотри, металлический каркас, обтягивается рабицей и рядом такой же шпаклейца глина. А потом ребята с краской разукрашивают. Это какие-то пустынные, которые быстро бегают. Это страус. Это прерывший. Это это прерывший. Я до этого видел много фильмов про динозавров, в детстве я любил книги про динозавров, много картинок видел и в общем очень много было у меня информации, которая воспринималась или из фильмов или из картинок. Сейчас я в парке, где мадам Чон сделала всех существовавших когда-либо динозавров в полных своих размерах, в локациях в которых они жили, в натуральную величину, скорее всего даже они были такого цвета, это действительно парк динозавров, который самый парк динозавров из всех парков динозавров. В Карькове когда-то приезжали динозавры, выставка динозавров была, был с десяток движущихся фигур, но это ноль по сравнению с вот этими динозаврами, которые под открытым небом, в красивейших локациях. В общем парку пока предварительно 10 из 10. В час нам нужно быть на выходе по 100%, чтобы мы уехали. Это строящаяся часть парка, здесь тоже пока еще ничего нету. Туристов хоть и мало, Сатуранугит сказал, что в день этот парк посещает около 10 тысяч человек. При стоимости входа 500 бат, это 5 миллионов. 5 миллионов бат это где-то 1,6 миллиона долларов в день генерирует этот парк. Камни настоящие, а не пластик. Это часть парка тоже в процессе строительства. И когда мы приедем в следующий... Ты думаешь это каменный сад, здесь не появится динозавров? Нет, это каменный сад. Ладно, жена поправила, что это каменный сад. Выглядит шикарно. Камни не китайские, настоящие. Ну может и китайские, но не пластиковые. Огромное озеро. Искусственное скорее всего. Да, искусственное. Ну классно то, что здесь очень мало народа с утра. Вообще людей нет. Сюда скорее всего не все заходят. Как я уже сказал, добраться сюда можно... 90% наверное людей добираются с экскурсиями. Экскурсии всегда гид поджимает по графику. Пошли-пошли, встретимся там, побежали. Поэтому наверное многие люди сюда просто не доходят. Мы дошли. Эти места, которые с кондиционерами в таком парке, это шикарно и чудесно. На градуснике сейчас 33 на улице. 10 утра. Давай по этой. Мы поднялись наверх. Сейчас пройдемся над парком. Вот они, вот они едут. Надо быстрее все смотреть. Иначе они заполонят. Китайцев привезли в автобус. Страшные люди. Китайцы страшные люди. Мы были на Хайнане, в Китае. И самая отличительная особенность этой локации и всех остальных, что там миллион китайцев. Но это Китай. Но здесь не Китай, а их все равно миллион. У них не было в Китае миллиона китайцев. Потому что их там был миллиард. Они уехали все в Таиланд. А, ну или да, они сейчас все в Таиланде. Гид нам сказал, что у парка около 300 моделей динозавров. Но я предполагаю, что он, наверное, очень давно возил сюда экскурсии. Потому что здесь их, сейчас их здесь 300 на квадратный метр. Парк очень быстро строится. Не хотите сфоткаться? Парк очень быстро строится. Масштаб впечатляет. На чем он стоит? На ногах. Представь, в какой конструкции? Вот эти динозавры высотой где-то с пятиэтажный дом. Может быть даже выше. Масштаб можно оценить. Вот смотрите, внизу люди фотографируются. Реально самые длинные в мире динозавры. Завра Посейдон. Мы только что фотографировали и снимали их со смотровой площадки сверху. Вот здесь я подошел. Смотри, он будто бы в кофточке какой-то. Такой научный. Радует, что он травоядный. Насколько такому надо было бы травы съесть, непонятно. Привет, друг. Как Стив себя держит. Привет, носопипка. Это прям как Стива. Это доисторические далматинцы, Сань. Обычные далматинцы. Да. В общем, в парке есть настоящие автомобили, настоящие слоны. Уже нашли настоящих оленей и много пластиковых динозавров. В парке есть над ним, минутку не зас Aboriginal. Чтобы не João. Дальше. Даже проешетом. Изаются напряженност verified о données. Да,qual об этом halo. Март Brothers. Продолжение следует... Здесь можно пройти катотерапию. Даш, это же твой мир. Смотри, какой он огромный и ленивый. Ему даже лень реагировать на то, что его гладят. Привет, друг. Тебя загладили до полной лени, да? Ой. И этот кот никогда не видел GoPro камеру. Спасибо. 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 Олени сделаны из дерева. Первые деревянные фигурки, которые мы увидели в этом парке. Слон из дерева. Смотрите. Здесь можно за 20 бат купить еду и кормить. Сань, вот маленький друг, только не все сразу ему давай. Китайцы, наверное, боятся оленей, не заходят. Нашла оленя Стива. Он прям идет, Даша, и как Стив у нас по квартире рассыпается. Привет, олень. Привет, олень. 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 Воспортизмом. Воспортизмом. Олень. Матеркет. Уолен. Воспортизмом. На ютубе. Воспортизмом. это мило очень удобно что сделали такие подвесные дороги над парком потому что если ходить ну во первых внизу очень все ну хороший ландшафтный дизайн трава камни и нету такой такого ощущения атмосферности когда-то внизу потому что все высокое и ты постоянно в какой-то локации закрыт а сверху все локации видны на очень большое расстояние ощущается объемность парка поэтому очень удобно молодцы что они сделали эти подвесные над парком можно пройтись полностью по подвесным дорогам они через весь парк можно полностью пройти весь парк и даже не по земле а по верху мы нашли гигантскую муравьиную стену мы нашли смотровую площадку это самая высокая точка парка сейчас попробуем на нее разобраться но выше я не видел в этом парке вот она та это самая высокая точка сейчас мы пройдемся по периметру так выглядит эта платформа и с нее по идее должен быть виден весь парк и так погнали что у нас здесь гигантские муравьи снизу когда мы были внизу их казалось меньше сверху хорошо видно дальше небольшой пруд слева а вот это вот прямо по по кадру прямо огромное дерево судя по всему это одно дерево которое очень широко раскинула свои мы попробуем с нему выйти ветки влево и вправо она очень красиво смотрится сверху дальше мы читали снова же водоем справа мы читали здесь про каких-то гигантских рыб снова сейчас выйдем пройдемся наверное по этой платформе если ходить можно увидеть гигантских рыб еще одно дерево которое выше даже нашей платформы но это не достопримечательность здесь крыша это что-то крытое дальше погнали а вот мы пришли прямо в кадре две огромных головы динозавров высоких вот этих самых высоких три динозавра и два самых высоких это мы аж оттуда пришли вот это парк с которого мы начали видео очень красивый большой парк с хорошим ландшафтным дизайном с обилием динозавров и просто со стон хенджем просто очень очень красивый парк в принципе весь парк одну достаточно большой чтобы обойти его полностью но я думаю часа четыре пять чтобы посмотреть все часа четыре пять понадобится экскурсия у нас с 9 до часа 4 часа но в эти четыре часа входят еще два шоу слонов и каких-то трансвеститов мы пока на них не пошли мы пойдем на шоу слонов а вместо шоу трансвеститов мы решили пройтись по тем местам где но куда не заходили с гидом когда гуляли куда не успели зайти вот яйца динозавров внизу в принципе сверху не так хорошо видно как и ожидал потому что очень высокие деревья очень широкие листья пален все закрывается частично видно но не на сто процентов со смотровой площадки не так хорошо видно как я предполагал мне кажется что такое мы видели в ялтинском зоопарке в тринадцатом году так как а и и а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Да, до них еда не доходит, все оставляют ее слонам на той стороне. Привет, нос. Ты носопипка. Ой, он когда выдыхает вот этот воздух свой носом, это весь запах из его легких в лицо дует. Здорово, друг. Привет, дружок. Как твой нос поживает? Как твой нос поживает? Так прям хочется ждать, да? Ага. Какие у тебя умные глаза. Слоны почувствовали, что у Даши есть. Какие они звуки интересные издают. Он показывает, что хочу... Смотри, он показывает хоботом, да? И хочу засунуть себе в рот. Маленькая, Мусаня. Маленький не может. Вот, иди к маленькому, скорее. Маленький покормил маленького. Это очень теплое зрелище, когда огромное такое животное, которое можно просто потрогать за нос. Огромный массивный хобот. Это клево. Друг, что у тебя? А у этого ваши сопли капают из носа. Привет, пятак. Привет, пятак. Что ты, не хочешь, дружочек? Да, мы с тобой. Нонг-Нун театр. Театр парка Нонг-Нун. Пока что только одежда и сувениры. Сейчас попробуем попасть на представление. Здесь прохладно. На улице очень жарко. И когда заходишь в такие помещения, они их очень хорошо охлаждают. Это какой-то глоток. Непередаваемых эмоций. Сейчас слоны будут ходить по девушкам. Или по ребятам. Я смотрю, некоторые выглядят, как европейцы. Их вытащили из зала. Он взял деньги и отдал своего погонщика. Он взял деньги и отдал своего года. Ай, ты их эмоции. Я смотрю... ай, у лаку. Эй, я не такой раз. И у нас лит. С safe по гадам. Слоновья сбора Не знаю, улыбка Картины нарисованы хоботом Флоны вообще интересные животные Люди дают им деньги Они берут хоботом деньги И отдают погонщику, который сидит сверху Если бы нашей собаке кто-то дал деньги Она бы их просто проглотила Интересная тайская инсталляция деревьев и кукурузы Причем кукуруза настоящая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь должна плавать гигантская рыба Аропайма Сейчас пойдем ее искать Ну, похоже на сама Я думаю, что это Самы Это не Аропаймы Многие писали, что лучше в этот парк ехать самостоятельно Я скажу, что нет Мы приехали с экскурсией У нас никаких нет проблем Мы везде все успеваем смотреть Времени масса Единственное, что, конечно, лучше ехать в 8 утра Ну, к открытию парка мало народа Сейчас уже мы ходим жарко И уже много китайцев А так, не бойтесь экскурсий Самостоятельная поездка вам ничего Никаких дополнительных привилегий не принесет Вы просто больше потратите, скорее всего Потому что вам нужно будет потратиться на транспорт Поездка в рамках экскурсии стоит столько же, сколько билет Потому что, скорее всего У всех, кто занимается подобной деятельностью Вывозом туристов по достопримечательностям Есть какие-то скидки И они их, собственно, закладывают Ну, в общем, едьте с экскурсией и не парьтесь Красавца Что-нибудь килограмм по 200, наверное, здесь Такой быс есть Вот они, Арафаи Что до этого были все-таки самые Самые Это, может, маленькие Да, это самые были Они еще какие-то зубастые Мы пришли в керамический сад Такой интересный элемент Тайского искусства, сделанный полностью из черепичных горшочков Это оригинально выглядит Слоны из горшочков Это тигр, которого все достали Монтаж шеликов Это горки? Это горки? Нет, это в России Это выглядит симпатично Для тех, кто любит орхидеи Это, наверное, самое лучшее, что они видели в своей жизни Монтаж шеликов Монтаж шеликов Монтаж шеликов здесь побольше чем орхидеи но возможно сейчас не период их цветения поэтому их мало цветет как бы здесь зелено красиво много зеленой растительности на цветков орхидеи не очень много что потерялись я хожу а вас нету но не убегайте от меня сада орхидеи несколько помещений я сейчас в третьем помещении в первом и только что были второе но такое сейчас сейчас не обернемся от это третье помещение красивая цветов мало но в целом растительности очень много зелено красиво и все в таком тайском стиле такие элементы везде есть а и 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 Фу, это воняется. Я думаю, Сань, задача создателей парка была как раз и вызвать в тебе такую эмоцию, потерявшегося в джунглях ребенка. Одна лягушка тут умирает, она перевернулась. Вторая мусор ест.